Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но здесь они, конечно, гораздо опаснее Потому что урона у нас с вами 21000 И, помимо всего прочего, еще интереснее эти торпеды, чем на Шиме Тем, что здесь торпедные аппараты по 4 штуки заряжаются Соответственно, перезарядка здесь быстрее всего 80 секунд А при поврежденном корабле еще больше Таким образом, если мы собираем с вами вот такой вот билд Полностью на торпеды Плюс берем осмотрительный, очень полезный перк Для эсминцев, которые хотят перебираться там из разных точек в другие точки Или убегать быстрее Таким образом, мы получим очень опасного торпедного спамера Если к тому же еще поменяем дымы на ускоренную перезарядку торпед Ох, тут начнется прям страшное дело Скажу, кстати, забегая вперед Дымы в бою, которые мы с вами будем смотреть Мне не пригодились бы А вот ускоренная перезарядка очень даже Таким образом, мы получаем с вами адреналиновый эсминец С короткими торпедами Но очень быстрой перезарядкой Который наделает, я вас уверяю, шума в рандоме Ну что, готовы смотреть? Тогда, друзья, ставьте лайкос Подписывайтесь на канал Активируйте колокольчик на все уведомления И вперед! Итак, наша точка А Подбираемся на нее поближе Спереди идет у нас Гронинген Он же Фрисланд Идет уже прям сразу под гапом Что, в общем, конечно, для нас будет являться дополнительным плюс Мы можем сейчас немножко пострелять по вражескому югумо Здесь очень мощные артиллерийские орудия Поэтому совершенно не стоит их недооценивать В этом плане Они дают очень хорошую дамагу И мы будем пользоваться этим моментом И эту хорошую дамагу, собственно, выдавать Мы настреляли халявных почти 4000 на ровном месте И, в общем, очень довольны этой ситуацией Вот еще один югумо Торпеды слева мощи Это такие неучебные тревога Мы сейчас поймаем походу торпеды Торпеды слева мощи Это такие неучебные тревога Нет, не поймали, хорошо Все, мы потарапите ваши механизмы Ну что ж, у нас восьмиосьмерки Восьмикилометровые торпы Зато поймал торпеды Союзный Гронинген Который находился под гапом Чтоб вы понимали Да, куда катится мир Ничего не поделаешь Ну ладно, ничего страшного Бывает Бывает Это просто неприятная ситуация Такое иногда случается Померн полным ходом жарит В нашу сторону Сейчас мы ему Торпед еще выпишем Полную пачечку У нас Мощные торпеды Они 21 с копейкой Тысяч дамаги Наносят Там, кстати, еще кто-то Заседает в дымах Точнее заседал Я не виноват Но кажется, таки с этой шлюпкой что-то случилось Это был брат Ягумо Но, может быть, конечно, еще и в Померна что-то зайдет Померн, скорее всего, обнаружит что-то Большая неприятность Еще один Ягумо отправляет Друзья, позитива, хорошее настроение, улыбок и счастья Не стойте в дымочках, пожалуйста Не совершайте ошибки Да, это такой практически дубль оформляется С вами Ягумо Дубль оформляет Ягумо Хорошо Не вижу, где там дымы Но, на самом деле, не будем сейчас экспериментировать Так, попробуем сейчас сдать назад, наверное Так, под уголком немножко, чтобы торпеды дошли Не думаю, что он сейчас будет заползать на точку Этот Померн Скорее всего, он будет сейчас брать левее Да, именно так он и делает А если он будет брать левее, это значит, что мы в него Сможем-таки пристроить какое-то количество торпед Которые у нас уже, как видите, обратно перезарядились Что, в общем, конечно, замечательно Так, даем ему Это таки весь уголь, за который было задрочно Ну что ж, мы продолжаем наш веселый боевой путь Минус два эсминца в дымах Дальше Что там у нас, Аляска И Миннесота очень мне нравится Вот эта вот, которая есть Вот, ребят Когда вы устаете от обычного геймплея Не стесняйтесь попробовать что-то новое Попробуйте Югмо Вот на таких вот коротких, быстрых торпедах Да, у вас нету дымов здесь Но Согласитесь, и такой корабль, как Паоло Эмили Он, в принципе, не служит для того, чтобы перестреливаться там Один на один Откуда-то вы просто На нем вылетаете через дымы Сдаете там торпеды и так далее и тому подобное То есть Играйте от той механики Которую вы можете себе позволить Это, кстати, Нептун дальше там стоит Так Ну, не думаю, что мы, конечно, успеем пристроить эти торпы по Нептуну Но, может быть, что-то зайдет по Миннесоте Сейчас у нас быстро перезаряжаются торпеды И мы ловим торпеду И туда Казуй-казуй-казуй-казуй-казуй-казуй-казуй-казуй-казуй Ох, это было поздно У нас сегодня такой день торпеда бита Ребята, у меня уже У меня уже подложечки два раза Сососало от того, как мы сейчас прошли мимо торпед Это было жестко Это было жестко, но вместе с тем это было, конечно же, весело Дополнительно может Ну, не доходит до торпеда Пожать нечего Я подпинулся по Нептуну Надо было все-таки по Миннесоте их пристраивать Ну, хотелось, хотелось немножко еще красиво затопить Нептун в дымочках. Ну, может быть, мы еще успеем это сделать. Тем временем Миннесота вползает на песок, на точку 6,6 остается у меня. Ну, у нас 5,5 дальность засвета, поэтому можем себе немножко еще позволить побезобразничать, подождать. Но боюсь, что Миннесоту мы с вами пропустим. Походу, она без нас успешно справится с отправлением на дно, поэтому у нас, в принципе, остается возможность только по ней немножко сейчас покидать главного калибра. И, в общем, на этом все, наверное. Да, похоже на то. Ну и ладно, ну и ничего страшного. Ну и пожалуйста. Давай, ить! Эта лязка успевает ее подобрать. Нептун убегает. Еще я вижу красивого Мусаши, который идет дальше, там вот внизу. Может быть, мы успеем до него добрести. Но на этом фланге вырезание сразу двух эсминцев, конечно, не могло пойти на пользу команде противника двоюза, которые постояли в дымочках. Они, конечно, были молодцами. Умнички. Как видите, торпеды очень шустрые, приятно быстро идут, и пользоваться этим можно и нужно. Непту, кстати, забирает Донского. Ни хрена себе. Вот это, вот это поворот. Вот это парень погулял. У Нептуна остается полторы тысячи хитпоинтов. Ну и нет. Ива забирает лайн. Черт. Ладно, мы тем временем можем все-таки попытаться добраться до вражеского Мусаши и испортить ему жизнь, наверное. Счет пока что, кстати, не такой уж и разгромный. Лайн сейчас возьмет точку, да и на здоровье. А мы на полном подведем за Мусашей. Вот он, Мусашей. Ох, он далеко. На левом борту от нас еще где-то находится Гронинген. Его, да, вот мы его сейчас видим. Он фуловый. Но у него 17 тысяч хп всего. Кстати, очень какие-то тоненькие эти эсминцы европейские. Вот. Но у него и хилки, кстати, нет. Поэтому, в принципе, при перестрелке один на один без дымов, возможно, не так уж мало преимуществ имеет наш с вами эсминец Югумо в данном случае. Вот этот Югумо, очевидно, играет в танки. Судя по нику, Алекс непобедимый. Он, по-моему, без камуфляжа. Без флагов. Зато на 12-ти километровых торп... Нет, кстати, он тоже с перезарядкой. Ребята, я играю как танкист. Нормально. Здрасте. Да, у него ни флагов, ни камуфляжа, по-моему, ничего нет. Нормально. Но это не мешает ему бросать торпеды в Гронинген. Он, вот, и, может быть, даже отчасти и помогает. Нам надо быстрее добраться до Мусажа, пока еще очки не перетикали в нужную сторону. Может быть, этот Югумо сольется от Гронингена или Цент 44-го. Хотя 44-й вряд ли пойдет куда-то туда вот в ту сторону. Окей. Вот он, кстати, Гронинген. Уходит, он стреляет куда-то в сторону Айовы и уходит. И Буки тем временем забирает Зумо, а Айова забирает и Буки. Все хорошо, все прекрасно. Тем временем мы устремлены в сторону Мусажа. Скорость, кстати, здесь очень хорошая. Если берете вот этот вот перк, который увеличивает вашу скорость в инвизе, а поскольку японцы часто в инвизе находятся, для них это прям хлебушек. Они очень здорово передвигаются в инвизе на большой скорости. Вы можете при необходимости догонять противника и оказываться там, где он не ожидает. К сожалению, бросать такие торпеды в хвост Мусажа очень неоднозначная история. Не получится, скорее всего, это сделать. Но, может быть, получится покидать по Гронингену. Есть такой вариант. Кажется, у нас возникла небольшая торпеда. Но я ему, к сожалению, помочь здесь уже, наверное, ничем-то практически не смогу. Не знаю, куда он пойдет. Пойдет ли он сюда. Да, может быть, пойдет. На всякий случай сбросим здесь торпеды. Но, похоже, что он не собирается гоняться за Югумом. Хотя, на его месте я бы это делал. У него есть на это возможность. Я просто немножко хочу сейчас чуть-чуть поинвизней здесь находиться. И не лезть шибко вперед. Нет, Гронинген, походу, торпедки все-таки не принимает. Решает он остановиться. Ну и Югумо у нас минус, друзья. Это печально. Это печально. Гронинген продолжает перестрелиться. Наверное, не очень понимает, почему его видно. Ну, честно говоря, мы и не будем ему объяснять этот щекотливый момент. Уходит он в дымы. 5 и 9 до Мусаши. Останавливаемся. Чтобы не спалиться здесь на ровном ходу. Ну, вот в упор человек не понимает, что случилось и почему так происходит. Так, его надо выключить. 5 и 8 до Мусаши. 7 и 4 до Гронингена. Он удаляется. Удирается. Удирается от нас. В принципе, конечно, кидать в Мусаши в корму не очень хорошая идея. Но торпеды должны дойти. Они быстрые. И шанс на то, что они все-таки доберутся до Муси все-таки есть. И надеюсь, что мы сейчас это и провернем. Так, 6 километров. Бросаем. И бросаем сразу перезарядкой туда, чтобы все самыми неудобными способами для Мусаши попадало. Это так и весь уголь, за который было затрочно. Но эти должны доходить. Эти должны доходить. И мы сейчас с вами имеем еще вариант немножко пострелять, наверное. Хотя не знаю, что-то я смотрю, что может быть смысла особого и нету. Сейчас по Гронингену кидать, потому что неизвестно, какие успехи у нас будут еще с Мусаши. Он ловит две торпеды и, может быть, поймает еще что-нибудь. А, может быть, и не поймает. Не, вроде хорошо идут вот эти торпы. Да, еще раз, еще два и еще много-много раз. Похоже, что Мусаши сейчас с дырочкой будет потихонечку тонуть. Да. Ну, ему еще и пожар там присылает наш Лайн. Все нормально. Теперь наша задача добрать этот прекрасный Гронинген, который имеет чуть... Ну, немножко хп в этом остается. Забираем мы вражеский Мусаши. А вот сейчас у нас может быть очень неприятная ситуация, потому что здесь есть в наличии Аляска, которая может нас чуть-чуть подрастроить. Ну, что ж, пора, мой друг, пора, пора атаковать вражеский эсминец. Мы можем себе это позволить. У нас ГК очень хорошие, они могут это делать. Единственное, что дымы. Вот это вот проблема, может быть, для нас. Да. Вот это может быть для нас проблема. Кажется, это очень быстро здесь маневрировать и не попасться в Аляску и ее РЛС. Но даже если и попасться, то должно это для нас пройти как можно менее болезненно. Аляска маневрирует, но торпо-быстрый, опять же. Вот она пошла, РЛСК. Ну и, походу, мы здесь все-таки отправляемся на дно. Но этот Кракина, ребята, он того стоил, я бы сказал. Мне кажется, что мы правильно поступили здесь, ликвидировав эти вот Гронинген и забираем мы Кракина. Посмотрим на итоги боя. Я думаю, что мы сейчас перемотаем до конца и посмотрим, чем же все-таки это все закончится. Несмотря ни на что, наши все-таки умудрились слить. Но, в принципе, это не столь важно. По командному результату мы с вами получаем 1443 единицы опыта, 5 фрагов, пожарчики, 8 торпед всего загнанных. Ну и при этом еще мы и пофармили 448 тысяч серебра. Ребят, не стесняйтесь экспериментировать. Это иногда весело, иногда, правда, не очень. Держите улыбку ширше. Я вам желаю всего самого наилучшего, успехов в боях, ну и побольше стоящих противников в дымочках. С вами Тори Амбыч, до новых встреч, пока-пока.